снова всем привет друзья я сегодня хочу рассказать вам про то что я все-таки созрела и сделала себе первый укол вакцины файзер сейчас покажу вам как это все происходит здесь в англии и расскажу немножко поподробнее пришла сегодня я вот в центр вакцинации посмотрите как это выглядит живая очередь вот она здесь у нас я стою 4 или 5 и так я понимаю что прям вот там в окошечках и делают эту вакцинацию прямо на открытом пространстве даже пока еще не поняла здесь вот видите вас находят по онлайн интернет и если вы записались вот сейчас должна быть вакцина файзер я никогда не вакцинировалась и не хотела вакцинироваться но вот сейчас из-за того что говорят что к вид никуда не уходит и что он становится все хуже и хуже уже какая-то там дельта ковид вирус поэтому я решила вакцинироваться здесь я записалась на файзер есть еще зенок но вот говорят что астрозенок я не хочу я буду файзер делать мне сказали что через три аж через три месяца через 12 недель я могу прийти на следующую вакцину кстати никто не проверяет на антитела никто никак не проверяет но вообще все свободно все без принуждений хотите идите хотите не идите без проблем пока сделали мне вакцину вот теперь сижу 15 минут посмотреть на мою реакцию сказали нужно подождать 15 минут если все в порядке то идти домой при спокойно но еще сказали что может быть боль в области руки где сделали вакцину может быть головная боль в общем могут быть какие-то последствия вот так смотрится этот центр но это бизнес-центр здесь сделали просто сейчас центр вакцинации потому что здесь большая территория ну во первых хочу сказать что здесь все абсолютно свободно здесь никакого нет принуждения то что я рассказывала вам сначала это было в прошлом году летом когда ой нет может быть я ошибаюсь уже честно говоря не помню но я вам рассказывала об этом что меня пригласили на вакцинацию у нас начинали здесь в англии вакцинировать самых сначала старших возрастов людей а потом помоложе помоложе и вот сейчас уже совсем молодых вакцинируют ну и я конечно была приглашена когда 65 лет людей стали вакцинировать меня пригласили сначала по телефону и потом прислали письмо но вы знаете там объяснений не было никаких с какой вакциной сказали тогда еще что вакцину будут колоть ту которая есть выбирать не приходится ну и вообще вы знаете я конечно же побоялась я отказалась потому что информация совершенно разная противоречивая порой ну и вот спустя год наверное я пересмотрела свое видение на этот вопрос по вакцинации потому что сейчас уже становится все злее и злее этот вирус он мутирует он продолжает развиваться и он еще более поражающую способность приобретает то есть как то вы знаете вот все то что связано с индийским этим новым штаммом вируса ну и вообще вы знаете то что я вот слышу меня как-то совершенно не радует потом от меня конечно же отстали здесь вообще все это как-то не я же говорю очень ненавязчиво хотите вакцинируетесь хотите нет и дальше когда я узнала что уже практически на нашем острове вакцинировалась больше 80 процентов людей ну вот и все сейчас стали ходить без масок и как то вы гораздо легче стало дышать вокруг все спокойнее по поводу того сколько людей заболевает ну вот говорят что уже очень сильно снизились количество заболевших я статистику не смотрю а вот то есть у меня почему я вам объясняю опять почему этот вопрос я подняла опять потому что у меня очень многие интересуются вероятно в связи с тем что сейчас в россии происходит очень страшная история что заболевших очень много и что вакцинироваться люди не хотят ну и что в общем то там уже получается чуть ли не принудительно это все здесь такого нет сразу хочу сказать я когда решила вакцинироваться позвонила сразу на ресепшн регистратуру записалась на прием к своему терапевту джипи здесь называется и спустя три дня попала на прием единственное что конечно тоже меня здесь не очень радует то что у нас такого участкового терапевта прикрепленного постоянно здесь нет здесь вас принимает тот врач который свободен на данный момент вот это конечно не очень хорошо ну что есть то есть как говорится здесь выбирать не приходится так вот я поговорила по поводу вакцинации спросила как вот с моим здоровьем что вот у меня вот давление повышено ну и она мне сказала что никаких проблем давайте я вас запишу я вам перезвоню когда будет свободно я только сказала могу я выбрать я вот хочу например файзером вакцинироваться она сказала да 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 я вам перезвоню когда будет вакцинация именно файзером и буквально на следующий день она мне перезвонила на мой мобильный и сказала что приходите 9 июля в пятницу часу дня вот туда-то туда-то по адресу и все я вас уже записала ну и вот сегодня я как раз и ходила вакцинировала вы видели что все это делается даже не в кабинках вот это меня тоже удивило все прямо тут открыто пожалуйста странно что не разрешают делать видео так бы я с удовольствием конечно сделала видео как это все происходит вот я подошла меня пригласили я подошла там мужчина и женщина женщина нашла меня в списке поставила галочку спросили еще раз уточнили мой год рождения все это как обычно у них проверяется фамилия и отчество и дальше он сказал что вот вакцинка показал мне малюсенький малюсенький пузыречек пузыречек наверное где-то три сантиметра высотой и диаметром один сантиметр вот такой малюсенький пузыречек закрытый одноразовый шприц и он мне показал сказал вот вакцина файзер и сразу же ее моментально мне вколол в предплечье левой руки ну вот сказал что посидите 15 минут мало ли что то у вас тут будет головокружение ли что мы посмотрим на реакцию если реакция нормальная то можете спокойно идти домой и я там еще 15 минут сидела на стульчике вместе со всеми но уже я не стала доставать камеру не стала провоцировать тут это все и больше вам видео не сделала забыла вам еще сказать хотела я провериться на анти тела что у меня происходит если у меня анти дела и вообще я подозреваю что я уже переболела потому что у меня еще год назад пропал вкус пропал нюх и очень долго не восстанавливался вкус и до сих пор какой-то другой не такой как был у меня раньше да и запахи тоже я чувствую по-другому все равно до конца это все не восстановилась поэтому вот я считаю что я уже переболела наверное хотела проверим очень красивая здесь сегодня бирюзовое море но купающихся мало потому что погода у нас я скажу вам не июльская даже для англии июль месяц холодны в этом году вот сейчас плюс 22 а ночью температура падает до плюс 15 и дождь через день облачно чистое небо редко но вы знаете плюс 22 для меня даже и лучше как я уже тоже много раз объясняла сильную жару я не переношу с некоторых пор что мне не очень понравилось когда я сделала свой первый укол и спросила когда второй то мне сказали что второй через 12 недель я уже это вам озвучила но я подумала что может быть ошиблись когда я в очереди стояла но уже когда мне сделали этот укол мне сказали через 12 недель придете и второй укол то есть понимаете что получается через три месяца это очень долго как-то немножко меня это конечно покоробило потому что раньше говорили что через месяц почему именно так непонятно но и потом вы видели что в основном там уже все молодые люди были которые вакцинировались то что я вам и сказала что уже все все люди возраста 50 плюс и 60 плюс тем более вот как я они уже все вакцинировались давно вот что еще мне сказали что если будет вдруг какая-то проблемка если будет головокружение или вы почувствуете недомогание или что-то будет с вами не то то пожалуйста пейте парацетамол сразу но вот этот парацетамол это конечно супер понимать это притча у них тут во языцах на любую болячку на любую проблему выписывают парацетамол вот сейчас тоже разговаривали с моим этим рабочим поляком и он тоже говорит что себе на он любитель ездить на велосипеде вечерами он говорит на велосипеде ехал упал неудачно очень сильно ударил плечо и такая боль неперестающая пошел к врачу и она мне сказала пейте парацетамол я говорю так наверно надо какое-то обезболивающее может быть норафен или какой-нибудь наоборот там баралгин вот я знаю у нас если я ничего не путаю от сильных болей бывает даже уколы назначают она сказала нет зачем пейте парацетамол так что здесь конечно с медициной много интересных вопросов ну и еще вы знаете я не назвала свое это видео именно вакцинация в англии потому что сейчас youtube злобствует по этому поводу и вообще все эти вещи как-то запрещают показывать на ютубе так что команда модераторов ютуба по этому поводу злобствует не знаю уж в связи с чем такие запреты на информацию о вакцинациях и о короне да и еще вы знаете что меня удивило что я когда там стояла в очереди и достала свой аккуратненько свой мобильный чтобы снять вам как это все происходит сделать коротенькое видео я даже не стала стабилизатор включать потому что он большой громоздкий почему-то сразу я так предположила что мне запретят делать съемку ну и точно так и получилось что я стою делаю вам съемку на своего телефона и тут же подошел мужчина работник или говорит а вы что видео делаете видео здесь делать нельзя пожалуйста выключите камеру ну и я сказала да да конечно выключаю и все быстренько убрала ничего не получилось у меня больше сделать вам ну вот вроде бы более-менее полную информацию я вам дала всего того что я знаю по поводу вакцинации буду я наблюдать за собой что получится сейчас то еще только прошло два часа после того как мне сделали этот первый укол вакцины буду смотреть вам сообщу свое самочувствие а вообще считается что файзер это одна из самых безвредных вакцин то не знаю я знаю то что все мои друзья вокруг а все мои соседи они уже сделали вакцину полгода назад давным-давно мартин тоже сделал вакцину еще по моему зимой вот такие друзья у меня сегодня для вас новости ставьте лайки подписывайтесь на канал кто еще не подписался у меня для вас а еще очереди стоят очень много новых интересных видео а сегодня я с вами на этом прощаюсь желаю вам здоровья желаю вам всего самого-самого лучшего еще увидимся пока пока вот такого вы знаете я еще не видела никогда было у нас что погибло много этих с морских звезд но вот чтобы выбросила на берег столько рыбы какая странная рыба впечатление такое что это какие-то маленькие акулы а